Среднесуточная температура на улице ниже 8 градусов, а это значит, что настала пора подавать тепло в дома и учреждения социальной сферы. Сегодня началась поэтапная подача тепла. Первыми её получат социальные объекты, уже после батареи потеплёт в квартирах и на предприятиях. При среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 8 градусов и ниже, отопление поэтапно подаётся в жилищный фонд, общежития, гостиницы. В общественных и административных зданиях, на промышленных предприятиях и прочих объектах отопление подключается по согласованию с энергоснабжающей организацией при условии подписания паспорта готовности. На обслуживании жилищно-коммунального комплекса находится около 780 домов и 38 котельных. В межотопительный период был подготовлен план мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону. По состоянию на 3-10-2017 года текущим ремонтом отремонтировано 13894 метра квадратного кровельного покрытия. Это на 37 жилых домах. На сумму 613,8 тысяч рублей. Также отремонтировано 4100 метров погонных стеновых панелей, стыков. Произведена замена тепловых сетей 11 километров в 22 метра. Завершен профилактический ремонт системы отопления тепловых пунктов. Поверено порядка 325 единиц приборов учета тепловой энергии, находящихся на балансе нашего предприятия. Значит, и порядка 5,5 тысяч манометров. В полном объеме проведены испытания котельного оборудования. Тем временем солигарчане жалуются на климатические условия в своих квартирах. Если вопрос с отоплением фактически решен, то с горячим водоснабжением жителям отдельных домов придется пока подождать. Холодно, хочется тепла. А где оно? Даже воду отключили. Ничего не высушить, не подсушить. Нет воды горячей. Ну как так в октябре? Горячее водоснабжение отключено с 8.00 часов 2 октября до 19.00 часов 10 октября. Горячее водоснабжение отсутствует в жилых домах 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87 по улице Октябрьской. Также жилые дома 1, 2, 6, 8, 12 по бульвару Шахтеров. Специалисты ЖКХ уверяют, эти неудобства всего на несколько дней. И заявляют, к отопительному сезону готовы на 100%. Паспорт готовности был получен 14 сентября. Продолжение следует...